В контексте приема омега-3 хорошо, синергистически работает витамин D. Витамин D, а у нас у всех дефицит. Я вас прошу, пожалуйста, контролируйте дозировку витамина D по анализам на витамин D. Анализ дорогой, поэтому сдавать его имеет смысл, наверное, только где-то... Ну так возьмем, да? Летом, допустим, вам удавалось загорать. Если вы летом каждый день проводите на солнце всей кожей от 30 минут, тогда вам, каждый день, вам витамин D принимать не нужно, скорее всего. Анализ на витамин D следует сдать где-то в сентябре-октябре и увидеть, что у вас осталось от лета. Тут уже будет понятно, летнее солнце вас напитало или нет, сохранили вы или нет, и будет понятно, сколько зимой принимать. Если у вас показатели меньше 40, значит принимать сколько-то надо. Сколько принимать, но это надо считать для каждого отдельно. И принимаете тоже в течение месяца в трех. То есть получается, можете захватить часть зимы. Где-то в феврале можно делать анализ снова витамина D, чтобы увидеть, как вы его подняли. Если дозировки большие, больше 5000 единиц ежедневно, то можно раньше сделать анализ. В феврале увидели, поняли, сколько у вас есть, есть ли у вас запас дотянуть до весны или продолжать принимать. Если там огромная цифра за сотню, то значит, скорее всего у вас есть запас на 2-3 месяца. Но чем человек толще, тем быстрее запас заканчивается. Это надо понимать и учитывать. Вот. Дальше. У нас такая цепочка получается. Раз уж вы взяли омега-3, витамин D3, с витамином D3 свыше 5000 единиц, обязательно идет витамин К2. Окей? К2. Так скажем, дирижер кальциево-минерального обмена. Вот. Дальше. Раз уж мы об этом заговорили. Витамином D замечательно идут кальций и магний. Вот. То есть, если вы захватываете витамин D, даже без омега-3, то на этом фоне положительный эффект будет от приема дополнительно магния, кальция и витамина К2. В принципе, вот это вот синергетический эффект витамина D3 с кальцием, ну, как минимум, да, а если еще там магний, то супер. Это такая комбинация, которая, в принципе, ускоряет вам обмен веществ в положительном смысле. Она ускоряет окисление жирных кислот, которые находятся у вас в запасах. Поэтому, когда все стараются худеть, можно использовать эту комбинацию. Это вам тоже инсайдерская информация, потому что эта комбинация нигде не внесена в список зверосжигателей. Однако, не надо только на это надеяться, что вот вы будете есть пиццы, торты, мороженые, фрукты и все такое, и заедать это витамином D, кальцием, магнием. На этом фоне с вами ничего хорошего не произойдет. Питание все-таки адекватное соблюдать нужно. Вот что касается омега-3, витамина D3, кальция, магния и витамина К2. Вот так вот. Так что, опять стоит вопрос, а нужно ли принимать вообще в жизни добавки, биологически активные добавки? И вопрос такой болезненный. Все встают перед этим выбором. Ну, как вот мне питание так настроить, чтобы ничего не принимать, да? Итак, вот я такой консенсус мы скажем, что в 51 случае из 100 добавки лучше принимать какие-то. Особенно понимая, что у вас где-то перекос этого слишком много, этого слишком мало, например. Это не только мои слова, я спрашивал об этом Константина Монастырского. Он сказал, что в современном мире, я с ним согласен, невозможно обойтись без дополнительных биологически активных добавок. И в нашем стриме, который мы делали с ним уже год или два года назад, он говорил, какие он принимает витамины. Поэтому, пожалуйста, делайте для себя выбор сами. Моя задача только показать вам, как это работает, какая синергия, вас информировать. То есть у вас есть информация, на основании которой вы можете принять информированное решение. Но если вы хотите лечиться, то вам нужно делать это под руководством совлечащего врача, а не через интернет. Это не просвещение, это общение, говорю, для рыбпотребнадзора или Роскомпозора, кто там у нас. Вот такие дела. Окей. Наверное, это у нас в этой части мы закончили. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова